Заплати долги и спи спокойно, считают судебные приставы. Сегодня они организовали в многофункциональном центре социальную акцию, поучаствовав в которой любой Ивановец смог узнать о том, есть ли у него за душой долги перед банками, государством или предприятиями ЖКХ. Граждане могут увидеть номер исполнительного производства, номер исполнительного документа, вид задолженности, сумму задолженности, фамилию, имя, отчество и год рождения должника, а также фамилию, имя, отчество судебного пристава исполнителя, в производстве которого находятся данные исполнительного производства, а также контактные телефоны. Ивановцы с опасением подходили к справочному столу. Видимо, их пугали люди в форме или волновал риск быть улеченным в задолженности. Здравствуйте. Я хотела бы узнать о своих долгах, есть ли у меня свои долги. Хорошо. И по себе, и по мужу. Для того, чтобы узнать, есть ли долги, достаточно назвать фамилию, имя и отчество человека или название организации. В банке данных исполнительных производств содержится информация на все юридические лица. Прежде чем покупать квартиру или заключать крупную сделку, не поленитесь и узнайте, честа ли перед государством та или иная фирма. Столько стало обманщиков, уже верить людям невозможно. Поэтому для того, чтобы вот так вот работало это все, это очень здорово, это очень поможет людям, я считаю. Мне понравилось, потому что я пробил себя, свою сестру, посмотрел, что так вот. Это очень полезно. Молодцы, что придумали. Перед наступлением сезона отпусков важно разобраться со всеми задолженностями, иначе выезд за пределы страны будет закрыт. Наши сегодняшние герои оказались чисты во всех отношениях. По данным Банка исполнительных производств, вы должником не значитесь, выезд за пределы Российской Федерации вам не ограничен. Акция проходит в МФЦ всего один день, но зато без перерывов и выходных на сайте службы судебных приставов работает вкладка «Банк данных исполнительных производств». В режиме онлайн вы сможете вспомнить то, о чем давно забыли, или вывести окружающих на чистую воду. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.